здравствуйте уважаемые коллеги и слушатели нашего вебинара сегодня мы начинаем серию наших вебинаров которые предусмотрены у нас по проекту который мы осуществляем совместно с пром и посвященных неформальности в текстильном секторе Кургустана проект мы начали в начале года и изучали прежде всего прямые косвенные причины неформальности в данном секторе экономики этот сектор экономики является очень важным потому что он обеспечивает заметную часть формального и неформального экспорта продукции произведенного в прорастание прежде всего на рынке евразес а также обеспечивает очень много рабочих мест прежде всего для мест для женщин и это расширяет возможности женщин городских внутренних мигрантов сельских женщин для того чтобы они могли активнее участвовать на рынках труда и обеспечивать себе дополнительные источники заработка также проект посвящен тому чтобы увеличить социальное партнерство между участниками цепочки добавленной стоимости текстильного кластера а также государством и организациями занимающихся развития я сейчас немножко расскажу про положительные и отрицательные стороны неформальности вообще что они за собой ведут а потом передам слово айназит она почему общем ее сегодня предпросили я тоже объясню вот когда мы говорим о неформальности возникает два эффекта прежде всего для работодателей для работников для участников этой цепочки добавленной стоимости прежде всего мы говорим о том что у нас нет контракта когда у нас нет контракта у нас нет обязательства контракта то есть возникает возможность сократить расходы как для работников так и для работодателей но здесь есть помимо плюсов еще и минус за то что контрактов нет когда мы платим зарплату то зарплата которую мы платим ниже потому что соответственно мы же не оформляем ни налоги не социальные отчисления и для бизнеса получается существенная экономия в условиях для работника тоже работе ведь тоже ответственен за налоги которую он должен платить существующая система налоговложения просто но помимо этого точно также для бизнеса возникает возможность не нести расходы связанные с регулятивным воздействием трудового законодательства трудового законодательства технологического законодательства то есть нет необходимости обеспечивать условия труда которые обязаны доставлять работодателя то есть например расстояние по уровню шума помещений по вентиляции по температуре и опять же да то есть зимнее время насколько нам известно результаты нашего обстоятельства не говорят то что очень многие сотрудники жалуются что летом очень жарко зимой очень холодно то есть люди экономят на отопление зимой летом на кондиционирование воздуха не надо оплачивать соответственно оплачиваемый рабочий трудовой отпуск отпуск по болезни то есть существенная экономия для бизнеса и для работников есть от того что вы работаете в черную какие минусы есть для работников опять же они напрямую связаны с плюсами вы работаете но вы не делаете социальные числения соответственно у вас не будет пенсии на сегодняшний день минимальная пенсия гарантированно составляет 1760 сумм в месяц то есть это порядка чуть больше 20 долларов в сша в месяц на одного человека эта сумма очень маленькая соответственно если у вас не будет социальных числений вот вы можете рассчитывать на такого рода пенсию согласно сегодняшним сегодняшним законодательству насколько известно когда все будет меняться но возможно он будет меняться опять же сторону ужесточения например если вы зайдете на сайт соцфонда вы увидите проект нового закона по нему в частности для женщин планируется увеличить возраст выходной пенсии поднять его до 60 лет для мужчин они оставляют но вот это прямое воздействие от того что люди не платят социальные отчисления государство начинает повышать пенсионный возраст это одно из последствий и формальности второй фактор с которым очень многие работники сталкиваются это риски выплаты зарплаты то есть приходит время оплаты работодатель вам не платит у вас нет трудового контракта и вы ничего доказать не сможете в суде то есть такой риск возникает для работников нет оплачиваемого отпуска нет отпусков к болезни в случае если вы получили увечья на работе у вас нет компенсации более того если вы например пойдете в банк и хотите получить кредит у вас тоже возник проблем потому что официально вы нигде не работаете у вас ваш доступ к кредиту будет серьезно затруднен это минусы для работы для работодателей опять же связано с неформальность минусы то есть есть минусы есть плюс они вместе идут в одной связке ниже трудовая дисциплина во первых потому что опять же да у работника нет понимания трудового контракта соответственно он его не исполняет он может не прийти он может опоздать он может просто уволиться внезапно то есть обязательства очень сильно ослаблены потому что они основаны прежде всего на устной договоренности здесь есть очень широкое поле когда работники могут пренебрегать своими правилами очень высок риск неправомощных действий очень многие работодатели отмечают что воровство на рабочем месте риск порчи скажем имущество и опять же да нет трудового контракта это хорошо с другой стороны работника нет контракта он здесь не работает официально что вы можете ему предъявить физически как по закону вот здесь опять же доступ к кредитам опять не затруднен и для бизнеса тоже предположим бизнес надо приходить в банк хочет получить картин но у него нет никаких официальных данных что его бизнес существует нет справки с налоговой нету годового оборота и бизнес чаще всего отказывает то есть вам доступен только частный кредит кредит от частного лица и процент там честно выше чтобы вы знали недавно запустилась программа без процентного кредитования для тех предприятий которые пострадали от к вида и но одно из условий как бы основное условие то что вы должны быть зарегистрированы на эту налогу у вас должен быть официальный оборот если вас нет вы такого кредита без процента получите там сумма 250 тысяч долларов для индивидуальных лиц и для мест для бизнеса в которых там бороться до 30 миллионов там порядка миллиона сумм может получить 10 процентов но опять же ваш бизнес должен существовать официально еще один момент связан с том что если вы думаете что вы например не получите налоги все в этом случае у вас тоже есть определенная шутка вы будете платить взятки взятки будет платить и налоговым инспекторам который придут увидят незарегистрированный бизнес для свои претензии то есть вы будете платежи осуществлять все равно в любом случае вам придет инспектор инспектор будет расскажет вы не платите коммерческую ставку вы ему будете платить то есть ваши платежи не будут равным нулю все равно вам придется платить и таким образом я хотел перейти плавно к той вещи когда мы хотим сказать что неформальность это не плохо и не хорошо но у него есть положительные и отрицательные стороны и мы бы хотели сказать что есть очень много плюсов от того что вы выйдете из тени начнет работать официально одним из инструментов которые мы хотели рассказать сегодня я сейчас я перехожу к презентации анализе калайбеку это то что вот если вы хотите выйти на новый рынок избыта частности например продавать свой продукт через систему альпирис вам надо будет вытески не зарегистрироваться налоговой социальном фонде открытие официальный банковский счет как индивидуальный предпринимателя и у вас будет доступен новые органы экспыта сейчас я бы хотел чтобы анализе подключилась и до представилась и принципе начал презентацию в конце мы сделаем такой небольшой обзор и если у вас будут вопросы вы пишите в чат мы каждый постараемся ответить всем привет меня зовут айназик талайбекова я эксперт по маркетингу с семилетним стажем сегодня мы с вами будем говорить про вайлберис как новые возможности для швейной отрасли в кыргызстане давайте вначале я немного познакомлю вас с собой расскажу о себе кто я такая и почему я сегодня обещаю вам на эту тему и так я работала маркетологом фармкомпании b2b и b2c направлений также была директором по маркетингу в образовательном секторе и более полугода назад мы запустили курсы по выходу на вайлберис и обучили уже более ста студентов а также я основала первую маркетинговую компанию в кыргызстане по работе с маркетплейсами я верю что выход в онлайн масштабирует каждый бизнес и надеюсь вы со мной солидарны и так какие темы сегодня мы с вами затронем мы поговорим про маркетплейсы и почему именно вайлберис более подробно расскажу про основные этапы выхода на вайлберис конечно же как маркетолог не могу не затронуть тему продвижения поэтому мы будем говорить про статегию продвижения на вайлберис и как масштабировать продажи и продавать на месте на весь мир из кыргызстана в конце будут вопросы и ответы на которые я с удовольствием буду отвечать будьте активны и так поехали что такое маркетплейсы и почему именно вайлберис маркетплейсы это платформа электронной коммерции это онлайн магазин электронной торговли как правило маркетплейсы выступают агентом посредником между покупателем до клиентами и продавцами то есть поставщиками здесь на вайлберис а их принято называть именно поставщиками поэтому далее я буду это именно так говорить имейте ввиду и так почему именно вайлберис есть две глобальные причины первая причина это тот факт что показатели вайлберис настолько высокий да как например у него 14 миллионов уникальных пользователей заходят к нему на сайт к нему в на платформу каждый день а заказы три с половиной миллиона в день у него одного другого маркетплейса нет таких показателей и он является лидером рынка маркетплейсов в снг и вторая причина больше году назад вайлберис разрешил нам кыргызстанцам официально регистрироваться на его портале и становиться его поставщиками и это не может не радовать потому как как вы знаете наша швейная отрасль славится своими вещами в россии его любят почитают поэтому здесь на вайлберис большинство покупателей заходят именно за одеждой и это очень крутая новость конечно же основные этапы выхода на вайлберис на самом деле максимально легкие максимально простые в первую очередь конечно регистрация далее нужно будет оцифровать ваш товар потому как здесь нету у продавца другого шанса как через фото контент видео контент показать все преимущества своего товара это немаловажный момент третье это логистика и упаковка но спойлер есть классная новость на этом этапе но об этом чуть позже далее поговорим про продвижение продвижение это конечно основной важный тоже момент потому что как только вы отгрузили свои товары кроме вас есть еще масса других ваших конкурентов и вам нужно среди них пробираться и выходить в топ здесь есть пару нюансов которых я тоже вам далее расскажу и после всех этих манипуляций можно уже считать что вы получите свои первые дивиденды свои первые результаты и так давайте более подробно про регистрацию вам для регистрации нужен только номер телефона да но для начала вам нужно войти на сайт web partners то есть у wildberries есть два приложения это пользовательский wildberries и для партнеров то есть для его поставщиков после того как вы вводите номер своего телефона на него приходит код доступа в личный кабинет либо виде смс либо в виде смс либо в клиентское приложение wildberries далее вам нужно будет выбрать страну и форму организации заполнить свои данные и вы уже зарегистрированы на его портале официально вы становитесь его поставщиком но не забудьте уже внутри личного кабинета заполнить данные продавца в нем нужно указать основную информацию и реквизиты здесь будьте тщательные аккуратные потому как именно туда будут поступать ваши деньги ваша выручка еженедельно в адрес перечисляет финансовых отчетах предоставляет полную детализацию поэтому здесь абсолютно все происходит прозрачно и третий этап это обязательно нужно принять оферту вы наверное все знаете что такая оферта это односторонний договор то есть на его портале мы работаем по его правилам но в оферте показано как рассчитывается комиссия как правильно упаковывать товары и много другой полезной информации которую обязательно следует изучить перед началом работы но для справедливости ради важно здесь отметить что оферта периодически меняется дополняется и имейте это в виду но каких-то глобальных изменений конечно мы пока еще не замечали и так какие документы необходимы для граждан кыргызской республики в первую очередь нам важно определить и выбрать форму организации на данный момент мы можем регистрироваться через ип а осо и уао а для того чтобы открыть ипы вам нужно идти в налоговую по месту прописки с паспортом и ипы открывается на физическое лицо и не привязывается к определенному адресу в отличие от осо далее вам нужно обязательно подать заявление на постановку на учете соцфонд да и с этой справкой об учете соцфонд вы идете в любой банк открывать расчетный счет он должен быть обязательно сомовый с транзитным банком в россии и не забудьте сразу на месте получить доступ в личный кабинет то есть вам должны выдать от сайта салоп кейджи логин и пароль для того чтобы вы могли платить налоги безналично и платить всего 2 процента это очень важный момент далее вам нужно оцифровать свой товар конечно есть еще большой этап это выбор товара потому как именно правильный выбор товара во многом определяет ваш будущий успех есть разные лайфхаки есть разные нюансы но в первую очередь мы конечно рекомендуем чтобы этот товар вам нравился чтобы вы в нем разбирались потому что качество товара очень важно если вы отгружаете некачественные товары у вас могут произойти утилизации то есть вайлберрис принуждает некачественные товары утилизировать и за это вы должны еще и платить деньги так что будьте с этим аккуратны и так во время отцифровки товара очень важно чтобы ваш контент был кликабельным да по иному еще говорят что вайлберрисы да и другие маркетплейсы это битва фотографий на самом деле так оно и есть у пользователей и у потенциальных покупателей нет другого шанса пощупать узнать ваш товар он должен быть обязательно продающий должны показываться все преимущества вашего товара также здесь очень важно чтобы вы правильно заполнили карточку вашего товара это как раз таки ваш онлайн магазин ваша онлайн витрина здесь важно заполнить все специфики и все характеристики вашего товара и важно его хорошо узнать и чем кликабельнее ваша фотография ваша главная фотография конечно тем на большие большие продажи у вас шансы увеличиваются и так следующий этап это логистика и упаковка здесь я бы хотела более подробно рассказать про системы работы с файлберрис есть три системы работы с файлберрис это full файлберрис и 3 он нам не доступен в принципе о нем можно не говорить но это когда байлберрис и другие маркетплейсы используют как онлайн витрину и всю логистику на себя берет сам поставщик но это доступно только большим мегаполисом нам уже пару месяцев назад доступна работа по фбс потому что открылся склад вайлберриса у нас в бишкеке это говорит о том что мы можем классно тестить пробовать щупать и делать это минимально с минимальными рисками фбс это когда вы отвозите свой товар только после того как поступил к вам заказ то есть вы заранее оцифровывать и свой товар вы заранее выбираете нишу вы заранее заводите карточку вашего товара и смотрите если спрос нету нравится покупателям нет и так далее и только после этого как только вы видите что спрос есть вы можете отгружать уже по фобо это когда вы определенное количество товара не зная сколько конкретно и точно продаться отправляете на склад вайлберрис и уже на месте смотрите на продажи здесь важно отметить что очень в первую очередь нужно делать хорошую аналитику потому что здесь в электронной коммерции все прозрачно и можно заранее узнать какие были продажи в прошлом году на этот товар можно проследить тренды сезонность проследить какие продажи у ваших топовых конкурентов и сделав правильную аналитику вы можете определить какое количество товара вам нужно отправлять как нужно его упаковывать и так далее здесь очень важно именно анализировать свои товары давайте далее я вам расскажу про продвижение продвижение товаров на маркетплейсах происходит в принципе по таким нескольким стратегиям у нас их целых 13 мы вот говорим все время выход в топ что это такое и почему это супер важно а есть закон пары то здесь он работает сто процентов как это когда 20 процентов поставщиков которые в топе зарабатывают всю выручку до остальную на 80 процентов как правило пользователи ниже 5 10 страниц не спускаются до например если какой-то категории около 20 тысяч товаров ваш скорее всего когда вы только нагружаетесь будет одним из последних и ваша задача чтобы ваша эта карточка выходила вперед это как знаете сбираться в горы но как только вы оказываетесь в топе wildberries вам дает свой трафик он увеличивает количество этих потенциальных пользователей и шансы того что именно ваш товар будут покупать конечно увеличиваются и по именно этим стратегиям мы вывели своих клиентов всего за два месяца на 10 миллионов да это их оборот это конечно очень крутые показатели за такие короткие сроки также по такой стратегии работают и наши студенты среди которых есть действующие поставщики миллионики и одна из наших студентов побила рекорд то есть она вышла в топ за две недели за точнее вышла на миллион в течение двух недель и так как масштабировать продажи и продавать на весь мир из кыргызстана сейчас вайлперис из-за санкций продает всего на 4 страны но ранее он продавал на 20 стран мира здесь в принципе на маркетплейсах это про масштаб да например в кыргызстане там 6 и 7 миллионов бишкек там миллионник до город если вы там продаете именно женскую вас уже только женщины около 500 человек и вы ограничены если у вас например молодежная одежда то где-то 200 я сейчас точных цифр не помню но я хочу чтобы вы поняли логику да как это работает всего на какое-то ограниченное количество аудитории вы продаете это здесь очень важно учитывать объем рынка то есть какую долю вы можете занять на этом рынке конечно конкуренция там тоже очень большая то есть вам достаются всего очень маленькие проценты на маркетплейсах вы можете продавать и и с большими масштабами вы не ограничены одним городом одной страной вы можете масштабировать свои продажи и продавать на весь мир из кыргызстана конечно на данный момент самый такой дешевый я бы сказала способ именно маркетплейсами и тот факт что есть склад вайлбрис и тот факт что вайлбрис разрешает нам регистрироваться становиться его поставщиками наши соотечественники не должны упускать такую возможность это действительно уникально потому что она на других маркетплейсах мы не имеем права регистрироваться точнее есть один маркетплейс там мы можем регистрироваться но плюсов у вайлбрис намного больше потому что последние исследования говорят о том что на вайлбрис заходят целенаправленно именно в большинство случаев за одеждой то есть люди хотят здесь покупать одежду например в социальные сети люди заходят не для того чтобы купить одежду да у них есть другие свои задачи другие мотивы а на маркетплейс в адрес люди целенаправленно большой огромный трафик заходит специально для того чтобы купить себе большинство случаев одежды и здесь я бы хотела подметить еще один момент для того чтобы вы могли немножечко сориентироваться аудитория большинство своем это женщины 25 35 лет и средний чек составляет двух с половиной тысяч рублей в этом ценовом сегменте аудитория легче всего расстается со своими деньгами делает свои заказы поэтому надеюсь эта информация будет для вас полезной и в принципе я очень надеюсь что мое сегодняшнее выступление для вас помогает помогло точнее сделать правильные свои выводы и лучше узнать о вайлбрис почему она так популярен сейчас и помните что выход в онлайн масштабирует каждый бизнес а маркетплейсы на сегодняшний день самый эффективный инструмент и здесь наши соотечественницы которые уже более трех лет занимаются продажами на маркетплейсах делают огромные чистыми выше 10 миллионов рублей это доказывает еще раз что с вайлбрисом можно работать и можно быстро добиваться стабильных классных результатов я вам желаю удачи если вы надумали заходить на вайлбрис и случае чего можете обязательно можете всегда связываться с нами по ниже указанным номерам и еще один момент напишите в директ пройдя по этому qr-коду он у меня здесь чуть закрывает так и можете получить эту презентацию в подарок а также для всех кто прослушал этот вебинар у нас для них будет специальный бонус так что пишите нам в директ с радостью будем вас всех ждать давайте теперь я перейдем к вопросам и ответам я с удовольствием буду на них отвечать был вопрос по моему а яна да можно узнать что у нас идут на кыргызстан выплаты для ип до этого открывали только через российский значит у нас можно просто не уже работать правильно да выплаты идут с кыргызстанскими перегистрироваться можно все работает все работает хорошо и был еще один момент того что те которые работали с российским и п говорили что выходить в топ то есть продвигаться да с кыргызстанском и п невозможно что есть какие-то свои нюансы но на самом деле нет на сегодняшний день самый эффективный самый быстрый самый безопасный метод это работать через фбс это как раз со склада со своего склада то есть вам не нужно отвозить свои товары в никуда вы просто тестите вы можете за что фбс это фулсумен бай селлер то есть есть две системы работы с маркетплейсами вообще их три но третья нам недоступна поэтому в принципе об этом можно не говорить нам доступна всего две системы это когда вы отправляете свои товары на склад wildberries это как правило в москву либо санкт-петербург и так далее другие либо города и есть вторая система там где вы не отправляете свои товары никуда по поступлению заказа просто отвозите на склад который у нас находится в бишкеке да то есть здесь очень безопасно и не нужен вообще никакой бюджет на самом деле wildberries каждую неделю вам начисляет выплату то есть каждый понедельник либо во вторник иногда бывает вам поступают на баланс ваши деньги сразу же и вы сразу течение недели после того как случилась продажи можете эти деньги вывести то есть с одними и теми же деньгами вы можете быстренько их крутить